Будучи построенным в 1937 году, Московский коксогазовый завод стал основоположником создания города Видное. В те времена на этом предприятии трудились почти все жители поселения. Работать здесь было почетно и трудились целыми династиями. До сих пор завод гордится своими ветеранами, которые стояли у истоков создания Москокса. Владимир Дегтярев на МКГЗ пришел в 1949 году и проработал там более 50 лет. Годы, проведенные на предприятии, он вспоминает с теплотой в душе. Ну работал я, можно сказать, добросовестно, что ли, все, что умел, то, что знал, я все отдавал, работал. Но и те годы все-таки молодые, они остались в жизни с самым хорошим таким впечатлением. Таким ветеранам Московского коксогазового завода, как Владимир Дегтярев, есть чем поделиться с молодежью. Особенность той, которая только собирается выбрать свой жизненный путь. Для этого сотрудниками историко-культурного центра была проведена встреча старшеклассников с ветеранами Москокса. Было очень интересно, узнал очень много нового. И даже не знал, что завод начал строиться в 1937 году. Это было для меня впечатлительно. Новые знания о заводе помогут школьникам определиться с будущей профессией. У некоторых из них появилось желание после окончания школы пойти работать на Москокс. Ведь предприятие социально ориентировано и может многое дать своим сотрудникам. У нас на заводе всегда есть работа. Найдется и есть работа. Дружный, сплоченный коллектив. Продукцию мы даем ценную для страны. Это литейный кокс. И плюс получение заработной платы. Неплохая заработная плата у нас. И стабильная постоянно. Если мальчиков интересовала работа на заводе, то девочкам встреча тоже была полезной. Они узнали много нового о родном городе и градообразующем предприятии. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.